Друзья, привет, вы снова на следующем канале и сегодня у нас будет такая специфическая тема. Дело в том, что мы недавно в комментах разговаривали с одним из наших подписчиков и вот как-то зацепилась тема того, как раньше снимали телефоны и как нам казалось еще просто топовая классная съемка у камерафонов. Ну это тебе так казалось, наверное. Ну вот мы вот именно поэтому и решили вернуться к этим старым фоткам, потому что у нас с Олегом дофига вообще фотографий от самых разных старых смартфонов имеется. Ну это у тебя от разных, а у меня в основном от Самсунга. Как только, у тебя и айфон есть, я знаю. То был айфон жены, а у меня были только Самсунги. Это ему подбросили. Вот это меня подбросили. Вот, а у меня подбросили целую пачку фотографий с камерафона Asus Zenfone 2 и давайте сегодня их посмотрим вот просто вот взглядом из конца 2018 года, так вот упремся в 2015 и попробуем понять, как изменились камеры за это время. Asus Zenfone 2 продавался в 2015 году и, помимо сомнительного процессора Intel Atom, обладал очень неплохой 13-мегапиксельной камерой со светлой оптикой, чей показатель светосилы был равен двум целям. Сейчас, когда мобильные разработки Intel уже окончательно вылетели в трубу, уже можно с уверенностью сказать, что именно камера была самой сильной стороной этого смартфона. Однако, насколько сильной? Смотрим первую фотографию и в глаза сразу бросаются две вещи. Во-первых, то, насколько снимок четкий и детализированный. Даже тени на заднем плане очень неплохо обработаны. Во-вторых, чувствуется очень сильная постобработка. Фотография кажется, ну, даже будто бы нарисованной, что хорошо видно по облакам. Удивительно, но это не раздражало меня ни три года назад, ни сейчас. Я считаю, что это интересный эффект. Второе фото, похоже на первое, выглядит довольно неплохо. Однако, кроп на лице показывает сильный перешарп. Секреты волшебной постобработки чуть приоткрываются. Третье фото не мог не показать, ведь тогда одесские атланты с греческой площади еще стояли без православных крестиков на гениталиях. Если не помните о чем мы, пересмотрите сравнение Meizu 16 и Xiaomi Mi 8. А здесь уже выкрученная на максимум контрастность привела к засветам на облаках. Да и в тенях тоже имеются шумы. К счастью, в загашнике Дениса нашлись фото с одного ракурса, с HDR и без. И, как видим, в 2015 году дорогие смартфоны таки научились снимать корректно в HDR. Однако, тогдашние процессоры делали это долго и даже на толстых ветках дерева видны смазания. А вот с отключенным HDR Asus Zenfone 2 снимал просто сумасшедше быстро. На первой и второй фотографиях мы видим идеальные контуры на переднем плане, а на третьей голуби на заднем плане также не смазались. Хотя сновали туда-сюда во время съемки, так что аж будь здоров. Ну, самое интересное, тут четвертая фотка, потому что она показывает, как грамотный перешар подчеркивает этот нежный пушочек этих миленьких утяток. Если честно, я еще год назад хотел вот что-то типа такого, статьи сделать или видео записать, потому что год назад я тестировал OnePlus 5. Я такой думаю, хмм, а не повторить ли мне эксперимент с голубями, вот как на первой фотографии с Zenfone. Но шел к голубей, как бы там слегка их пуганул, начал щелкать, как они взлетают. Сплошные смазы, то есть вот реально Asus Zenfone 2 лучше справился с быстрыми животными, чем смартфон, который вышел через два года позже и типа был круче намного. Слушай, Денис, тут вообще не имеет смысла говорить о том, кто когда вышел, потому что для того, чтобы снимать движущиеся объекты, тебе самый важный параметр – это выдержка. Просто она должна быть короткой, тут пофиг вообще. А почему OnePlus тогда сложал? Ну, потому что он китаец и, наверное, софт их заточен был под длинную выдержку, и в этом все дела. То есть, ну, тут мы не можем поругать или похвалить какого-то производителя за какие-то технические характеристики, это просто алгоритм того, как он срабатывает на короткой выдержке. Ну, конечный продукт – смартфон. 2015 год Asus. Чпок, и вот у тебя уже резкий голубь, четкий просто, как будто он держит весь район. На OnePlus 5 я чпок нам, ну, такое. И еще одна сильная сторона у Asus Zenfone 2 – это макросъемка. Фотографии у него получались просто прекрасно детализированные на переднем плане, и задний фон очень мягко, приятно размывался. И я думаю, что если я сказал бы вам, что вот это фото сделано на флагман 2018 года, вы бы, скорее всего, подвох просто не заподозрили. На этом моменте фотографии у Дениса закончились, а я хотел проверить, как смартфон снимает в сложных условиях, и поэтому выбрал такое условие, как контровой свет, и фотографии взял на классном ресурсе ITC UA. И при съемке контрового света заметно, что в 2015 году смартфоны еще не были к этому настолько готовы. Картинка хоть в целом и неплохая, но недостаточно хороша. Есть и блики, и шумы. Ну вы же понимаете, да, что сравнение камер без заката Олег бы никогда не принял, и поскольку у меня фотографий заката тоже не было, мы пошли на так же, да, всеми любимый сайт. Фопы, да, и, конечно, скачали закатные фотки, там они были с HDR и без HDR. Так что мы сейчас посмотрим с вами на закат. И надо сказать, что без HDR смартфон этот сценарий, ну, просто не выводит. Ну, и с HDR он тоже его не выводит, но прогресс, конечно, виден. В целом, за счет очень агрессивной пост-обработки смартфон сделал красивое небо, но очень сильно проиграл в тенях. Видео смартфон умел писать в Full HD разрешении, и стабилизации видео практически не было, а динамический диапазон также был заметно уже, чем на фотографиях. То есть картинка в целом достаточно приятная, но видны уже недостатки. И заметьте, кстати, что на видео не видно агрессивной пост-обработки, потому что в 2015 году и, наверное, особенно процессоры Intel Atom просто не умели делать такие фокусы в поточном режиме записи. Ну, вот мне лично было реально очень интересно посмотреть все-таки сегодняшними глазами на фотографии трехлетней давности. Я надеюсь, что и вам, друзья, тоже было это интересно. Поэтому напишите обязательно в комментариях, как вообще такие ретро-фоточки. Да, ну, я думаю, что мы должны какие-то выводы тоже сделать. Во-первых, я должен сказать о том, что, конечно, смартфоны и камерафоны очень сильно шагнули за это время, сенсоры стали больше, оптика стала лучше, но это как бы и логично, понятно, куда это все должно было двигаться. А вот то, как развивались процессоры, очень интересно, потому что процессор очень сильно влияет на качество фотографии, и мы видели проблемы с HDR-фотками. И сейчас в современных процессорах, где ISP, ну, то есть процессоры обработки, лесопроцессоры обработки стали лучшим. Во-первых, стал лучше сам HDR, во-вторых, он стал автоматическим, то есть вам не надо его включать или выключать компьютер, процессор сам понимает, когда его нужно включать. Также HDR стал работать в реальном времени, то есть вы на экране сразу видите, как будет выглядеть фотка, не ждать еще 20 секунд, как раньше было, щелкнуло, и оно давали себе так 5 секунд, 7 секунд крутило, потому что, ну, как работает HDR, да, он делает несколько снимков с разной экспозиции, и потом выбирает светлые темные участки и накладывает их в один. Сейчас это все происходит за доли секунды, поэтому мы видим на экране, как это происходит, мы можем оценить качество кадра, но и сам HDR стал лучше, то есть сейчас смартфоны делают иногда и больше, чем 3 снимка на самом деле, и поэтому мы видим всякие HDR плюс у Google камеры, да, и так далее. И это прям круто, потому что видно, что процесс идет не только количественно увеличивая площадь матрицы или светосилу, а еще и качественно с точки зрения процессоров обработки. Да, но меня, знаете, еще что вот слегка зацепило, то что вот развитие фотокаммер у нас проходит четко по рельсам, которые проложили маркетологи, то есть вот было решено, что окей, мы устраиваем гонку, например, ночной съемки, и сейчас все действительно круто прокачали съемки ночью. Да, это обратная сторона той медали, о которой я сказал, то есть тогда первой гонкой была это HDR, сейчас она немножко возвращается, потому что научились его лучше снимать. Потом была гонка оптической стабилизации, все начали ставить оптическую стабилизацию, потому что она позволяет на несколько ступеней поднять выдержку, соответственно, фотки ночью становились лучше, плюс объекты не смазывались, плюс видео ставало более плавное. Но я тебе скажу, она не закончилась, потому что наши китайские друзья до сих пор лажают с оптической стабилизацией, с софтом ее комбинирование с электронной стабилизацией и так далее. Тут вот все очень сложно. И третий момент, вот сейчас, в 2018 году, это гонка ИИ. Да, несколько даже сомнительная, я бы сказал, потому что вот те вот вещи, которые были заложены еще в этом несчастном Zenfone 2, вот эта вот дикая там обработка, задирание контраста, весь этот китайский шип, он же остался. Мы увидим у Huawei, например, у Xiaomi. Ну, Xiaomi, я вообще иногда, помните наш обзор, где Xiaomi листики-то осенью подкрашивала, да? То есть это все, ну, непонятно. Есть, конечно, компании типа Apple, типа Samsung, которые очень аккуратно работают с ИИ, то есть он у них вроде есть, но он прям не кричащий, да? Его не надо там включать, выключать, даже такой опции нет. А китайские друзья, ИИ, включить, контраст, насыщенность, и потом ты смотришь, ну, что-то фотки у нас не очень хорошо получаются, и поэтому в некоторых наших обзорах мы приводим даже фотографии с ИИ и без ИИ. И несмотря на то, что это реально полезная и классная функция, и можно шедевр получить, да, помните, P20 Pro обзор, но, знаете, немножко она такая навязчивая. Тут в чем вообще проблема главная у ИИ? Если у нас просто хорошая камера, да, ну, с минимальными какими-то просто обработочными фишками, вот как у Samsung, там, как у iPhone, как ты правильно сказал, то ты получаешь фотографию, ну, примерно как она есть. Ну, то есть, ты фотографируешь реальность, ты получаешь снимок, который этому соответствует. Если ты фоткаешь на камеру, которая очень мощная ИИ, то ты становишься заложником вкусовых предпочтений человека, который для тебя софт-камера написал. Там не человека, а ИИ искусственного интеллекта. Ну, кто-то же делал это изначально, когда говорят, что там, например, это нейронная сеть, как правило, нейронная сеть у нас... Ну, в нее загружают фотографии, да, то есть... Да, есть так называемый метод обучения ее, то есть человек, там, или другой алгоритм программ, но он нейронную сеть учит, что вот это хорошо, вот это плохо, это хорошо. И она уже потом настроенная вот так и шпарит. И ты все равно являешься заложником, как бы, не своих предпочтений, а вот чего-то из в ней. Иногда это классно, потому что я реально респектую КОВ во многих сценариях. Но если там идет какой-то фокап, то так, как бы, получается вообще просто дичь какая-то на фотографии. И я вот еще хотел сказать, вот, меня это прям сильно расстраивает, когда я начал говорить про маркетинговые рельсы. Макро-снимки особо, как бы, не получили развития, и я практически, ну, вот вижу, что более-менее идет стагнация. То есть в 2015 году у нас уже был резкий передний план, ну, это задний фон. И, в принципе, ну, я не вижу какого-то там колоссального роста в детализации, там каких-то эффектах. Ну, смотри, тут зависит от того, что мы понимаем под макро. Макро может быть совсем мелких объектов, там побольше, то есть очень широкая тема. Но производители стали ставить второй телемодуль, да, то есть большим зумом, который может дать лучший эффект. Но мы видели, что производители этим не пользуются. Модуль вроде есть, но они на нем экономят на оптике, да, ставят туда там все-таки силу 2.4, допустим. И мы, когда ставим двукратный зум, по идее, мы переключаемся на второй модуль. И мы это видели в наших обзорах с Meizu, но потом что-то они включают в свои прошивки, и когда мало света, он перестает работать. То есть нет четкого режима макро, чтобы включился второй телемодуль, но для этого надо на второй телемодуль перехоптику хорошую поставить, светосильную. Ну и все-таки подпили все приложение. Да, и во-вторых, многие производители балуются, ставя фиксированный фокус на втором телемодуле, и, соответственно, затачивают его для размытия заднего плана. В портретах. В портретах. И у тебя как раз в режиме макро объект будет не в фокусе. Вот, поэтому как бы, ну вот, интересно было посмотреть в прошлое, увидеть, как мы пришли к дню сегодняшнему, и, может быть, даже мы запишем видео о том, какими камеры будут в будущем, через год, например. Я знаю 10 камер. Да, что там? Ну, там есть о чем поговорить, и пишите в комментах, если вам эта тема интересна, и пишите, вообще понравилась ли вам вот сама эта концепция, посмотреть в прошлое. Да, у меня есть очень много фоток, в основном, я уже говорил, сделанных на Samsung, и самое интересное, что они сделаны в разных местах, да, не только на просторах нашей родины. Я могу сделать более обширный фотоотчет о том, как снимал, мне просто очень нравится нот четвертый. То есть, если вы хотите, чтобы я сделал такое ретро сравнение, не сравнение, а ретро обзор нота четвертого, обязательно напишите. Поставьте лайк. Да, потому что я, когда брал нот четвертый в свою поездку, я не брал с собой большой профессиональный фотоаппарат. И я в некоторых моментах остался доволен, для меня это был такой поворот момента, потому что раньше я ездил только с нормальным фотиком. И первый раз в жизни я поехал с нотом четвертым, потому что он тогда для того времени был во многом революционным. Друзья, давайте мотивируем Олега, чтобы он сделал для нас такое интересное видео. Да? Да. Лайки, 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 лайки. Ну и самое главное, проверьте подписку. И, конечно же, ни в коем случае, ни при каких условиях, даже в случае ядерной войны, не переключайтесь. Ведь вы уже на следующем канале. Будет ядерная война, будем мутантов обозревать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok